Привет тебе, дорогой зритель, и добро пожаловать на канал Китай в помощь. Сегодня вместе с этой посылкой мы продолжим впадать в детство и начнем апгрейд нашего полноприводного монстра. Как я уже говорил, я планирую заменить практически все детали этой игрушки. И начать я решил с того, что находится в этой посылке. Ну, собственно, выбирал я не сам. Дело в том, что эта посылка пришла раньше, чем сама машинка. И находится в ней, как вы можете видеть, вот такие вот красивенные амортизаторы. И если вы внимательно смотрели видео по этому автомобилю, вы наверняка помните, что в процессе езды у него вытекли все его 4 родных амортизатора. И они перестали работать как надо. Но теперь мы эту проблему исправим и помогут нам вот эти вот, скажем так, тюнингованные амортизаторы. Выглядят они очень приятно, да и сделаны тоже на славу. Сейчас мы демонтируем старые и сравним их с новыми. Особенно радует то, что продавец не поскупился и в комплект к этим амортизаторам приложил крепеж, то есть все, что необходимо для их монтажа. Пока не будем открывать крепеж, возможно, он нам даже не понадобится. Отложим его пока в сторону. И первым делом нам, конечно же, будет необходимо снять наши старые амортизаторы. А для того, чтобы это сделать, мы будем использовать вот такой вот набор отверток с разными насадками. Этот набор я уже показывал. Вещь просто отличная. Стоит копейки, а пользы от нее очень и очень много. Для того, чтобы открутить амортизаторы, нам понадобится маленький шестигранник. Но и маленькая насадка-звездочка также должна подойти. Я так думаю, что по размеру подойдет вот этот вариант. Сейчас мы его опробуем. И да, он прекрасно подходит. И мы просто-напросто выкручиваем шарнирное соединение. Ну а для того, чтобы отсоединить наш амортизатор снизу, я думаю, достаточно будет просто его поддеть. Давайте возьму наш автомобиль поудобней. Отлично! Амортизатор у нас в руках. И что ж, давайте сравним его с тем, что приехало в нашей посылке. Как вы можете видеть, старый амортизатор практически полностью выполнен из пластика. Металлический у него только шток и вот эта вот верхняя заглушка. Ход у него абсолютно свободный. То есть как амортизатор именно он не работает. Работает как обычная пружина. В то время как наш новый амортизатор сделан практически полностью из металла. То есть металлический у него как сам корпус амортизатора, так и шток. Пластиковыми остаются только наши крепежные элементы. Что ж, сейчас я сниму все старые амортизаторы и мы приступим к монтажу новых. Итак, все старые амортизаторы демонтировали и наша машинка легла на пузо. Я повнимательнее рассмотрел старые крепежные элементы и могу сказать, что использовать их не получится. Как вы можете видеть, новый амортизатор просто-напросто болтается на месте старого. Поэтому сейчас мы также вывернем шарниры от первых амортизаторов и продолжим монтировать новые амортизаторы уже с новым монтажным комплектом. Итак, я распаковал крепежные элементы и давайте попробуем установить все на место. Здорово! Новые болты прекрасно подходят на место старых шарниров. И я для начала устанавливаю их в нижней части подвески. После чего давайте прикрутим новый верхний шарнир. Как вы можете видеть, у стойки этого автомобиля есть два отверстия. И используя нижнее, автомобиль можно сделать чуть выше, а используя верхнее, соответственно, чуть ниже. Я заверну в нижнее отверстие, чтобы он был максимально высоким. Отлично! Шарнир установлен. Давайте попробуем защелкнуть наш амортизатор. Супер! Амортизатор на месте. Теперь таким же образом я установлю оставшиеся три амортизатора. А во время монтажа задней пары амортизаторов я заметил две интересные вещи. Во-первых, наши новые амортизаторы являются обслуживаемыми. То есть их можно разобрать. Вот таким образом снимается пружина. Затем вот эту нижнюю часть вы можете выкрутить и залить туда то масло, которое вам больше подходит для езды. Кроме этого, эти амортизаторы являются регулируемыми. То есть раскручивая вот эту гайку, вы можете увеличивать жесткость амортизаторов, а закручивая, наоборот, уменьшать ее. Что ж, давайте соберем их обратно и продолжим монтировать на наш автомобиль. Новые запчасти продолжают меня удивлять и радовать. Наконец-то наши новые детали установлены на автомобиль. И что я могу сказать? Выглядит этот апгрейд просто замечательно. Кроме этого, подвеска автомобиля стала работать как надо. Простите за тавтологию, но амортизаторы начали наконец-то амортизировать. И это здорово. Мы наконец-то начали апгрейд нашего автомобиля. Кстати, уже на пути ко мне сейчас еще несколько посылок с апгрейдами для этого автомобиля. И немного о грустном. Погода испортила все мои планы по заездам на этом автомобиле. Сейчас идут проливные дожди, и поэтому испытать нашу обновленную подвеску я не решаюсь. Но зато обновленный внешний вид вы можете оценить уже сейчас. И я надеюсь, совсем скоро мы продолжим наш апгрейд. Что ж, как обычно, со всеми вопросами и предложениями добро пожаловать в комментарий. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые апгрейды.